всем привет с небольшой периодичностью но частенько к нам приносят на ремонт лампы glam core довольно таки популярные лампы используемые во всех тут сферах и перманентном макияже наращивание ресницы и где их только не используют но у данных ламп есть один косяк и я думаю что если вы попали на это видео по запросу ремонт лампы glam core то у вас как и у большинства типичная проблема вот да что происходит то есть ломается место крепления самих ламп это проблема практически всех вот этих вот ламп и я решил поделиться решением данной проблемы в принципе даже можно сказать домашних условиях сделать это сможет любой мужик с руками которые растут из плеч и для этого вам надо всего лишь шуруповерт 4 шурупчика и найти в вашем городе студию 3d печати чтобы распечатать вот такую вот модельку держателя усилителя для вот этих вот рук моделька я поделюсь ссылка на скачивание будет в описании к видео вот поэтому приступим к ремонту первым делом вам надо будет раскрутить лампу шурупы которые скручивают ее находится вот под этими вот заглушками выковыривать их аккуратно у вас не получится потому что уже как-то приносили лампы где кто-то пытался там что-то ремонтировать ковырять в итоге вы помните пластмассу и все это будет выглядеть крайне некрасиво поэтому вам надо высверлить точнее не высверлить а просверлить отверстие вот просверлили отверстие и дальше уже пробуйте их выковыривать через отверстие именно выковыриваются они крайне неудобно но вот видите на достали таким макаром высверливаем и достаем остальные 4 заглушки так очень важный момент когда будете раскручивать во-первых запаситесь несколькими отвертками потому что если вдруг шурупчик будет плотно тут сидеть слезав грани вы наживете себе дополнительный геморрой чтобы разобрать лампу как получилось у меня то есть все четыре винта открутились нормально один крутился хреново приложил немножко больше силы шляпка оторвалась но хорошо что она оторвалась по той причине что благодаря этому я смог снять крышку а вот эту часть мы уже выкрутим плоскогубцами дальше дальше что вы делаете дальше чтобы не запутаться где были какие провода то есть вот у вас две клеммные колодки то есть здесь помечаем допустим плюс и тут плюс все достаем провода об все вот наша поломанная коробка ремонтировать мы будем ее следующим образом все это дело надо скрепить вот этот вот мой держатель будет крепиться следующим образом так вот это все дело будет выглядеть на четыре шурупа и дополнительно мы промазываем всю эту площадь клеем чтобы заглушка еще дополнительно приклеилась к этой плоскости прежде чем переклеивать и вообще вам надо наметить где будут отверстия по той причине что вкручивать шурупы в пластик без заранее просверленных маленьких отверстий крайне тяжело поэтому я рекомендую настоятельно наметить отверстия и просверлить их тоненьким сверлом где-то наверно на миллиметр двух миллиметровым либо миллиметровым потому что шурупы у нас вот такого вот плана у меня под шестигранник но вы можете использовать там и под крестик то есть неважно главное чтобы это был шуруп ну что так намечаем отверстие сейчас просверлим вот эту часть мы в принципе можем убрать она нам не понадобится уже в общем следующий этап это просверлим отверстие так отверстие наши готовы теперь мы разбираем лампу для этого в принципе вам понадобится там ключ либо плоскогубцы насколько я помню гайки не сильно там закручены да поэтому можно обойтись плоскогубцами видите даже несмотря на то что они предусмотрели здесь типа металлическую пластину все равно проблема была не в этом то есть изначально слабое место это вот это пластиковая штука она отливается по моему отдельно то есть лампа скручивается вместе вот с этой заглушкой и вставляется в коробку и потом как-то может там типа подклеивается или еще что то в общем так себе система так теперь надо вот это вот выпрямить все то на тут в бараний рог скрутилась уже так в конечном итоге когда вы вставите лампы в панельку вот это принимает все такой вид все подтянут хорошенько гайками пластина стоит вот теперь все это дело надо будет монтировать в коробку нашу как это происходит собственно как видите здесь остатки пластика которые были я немножко убрал для того чтобы прошла там металлическая пластина далее далее вам надо будет я наверно на видео уже тоже не буду показывать как все это будет происходить суть в чем погружаем провода в клеммные колодки то есть нажимаете на пимпочку засовываете провод после того как вы подключите провода обязательно проверьте то есть ставьте сюда питание нажмите на сенсор и посмотрите работает ли лампа то есть подключились ли провода потому что колодки дело такое бывает что можете там плохо всунуть и она не будет работать вот после того как провода у нас подключены все это дело будет выглядеть вот следующим образом вот так вот да теперь вы можете скрутить коробку на один шуруп чтобы она не раскручивалась во время сборки и далее вам надо нанести клей клей чтобы ну понятное дело до приклеить эту часть к этой здесь по поводу выбора клеев конечно ну кто во что гораст конечно не рекомендую категорически типа вот подобные клея типа клей секунды цен акрилатовский по той причине что вы не успеете собрать все это дело потому что надо клеить долго сохнущий в идеале конечно же это эпоксидная смола они сейчас продаются в таких маленьких тюбиках есть то есть сразу смола плюс отвердитель вы все это дело замешиваете намазываете и скручиваете то есть здесь весь смысл в том что вам надо все это дело сначала смазать клеем и потом прижать и скрутить вот собственно что мы сейчас и сделаем ну вот собственно и результат такое вот крепление получилось у нас и все это дело теперь уж точно не отвалится и так подводя итоги если у вас в городе есть студия 3d печати наверняка она есть потому что сейчас печатают фактически каждом городе сказать видите модельку которую я прикрепил в описании к данному видео и идете в студию печати обязательно попросите чтобы модель то есть деталь печаталась со стопроцентным заполнением это сделать ее максимально крепкой также в идеале конечно сделать ей цитоновую баню чтобы скрепить слои но в зависимости от того каким пластиком там вам будут печатать то есть этот момент можете просто уточнить при печати что сделать чтобы деталь получилась максимально крепкой далее промазываем вверх-вниз эпоксидной смолой ставим скручиваем и радуемся жизни вот а если студии 3d печати у вас нет то мы вам поможем вот а эти заглушки можете в принципе либо так оставить либо чем-нибудь закрыть каким-нибудь мебельными заглушками как вариант но в принципе и так пойдет вот на этом как бы и все всем спасибо за просмотр всем пока